Всем привет от Оксаны, Женя из Алабамы. Я сейчас нахожу в штате Вирджиния. Мы сегодня посещаем самые крутые пещеры, которые находятся в городе Лурей. Видите, Лурей. Кеверонт, это пещеры. Я сейчас вам покажу большую очередь, в которой люди стоят. Вдали видны горы. С одной стороны очередь, чтобы купить билеты, с другой стороны очередь, чтобы пройти пещеры. Дарчик, покажи билеты, которые мы купили. Вот они так выглядят. В общем, 27 долларов вход для взрослых, для детей дешевле. Джессер, смотри, пещеры начинаются. Они защищены законом штата Вирджиния, эта пещера. Итак, Лурейские пещеры это сталактитово-сталагмитовые образования, которым около 7 миллионов лет. Они геологически активно растущие. Один кубический сантиметр в отложении нарастает за 7,5 лет. Пещеры находятся в окрестностях городка Рудлу-Рей. Они были обнаружены 13 августа 1878 года. Начиная с момента открытия этих пещер, их постоянно посещают туристы. В 1974 году они объявлены природным памятником национального значения, как я вам уже показывала. Являются самыми посещаемыми пещерами США к востоку от Миссисипи. За год под землю спускается до полумиллиона человек. Лурейские пещеры в Америке причисляют коммерческим, приносящим значительную прибыль. Это я не могу даже вам передать. Эти фотографии, это видео, которое, кстати, я снимала на мой новый фотоаппарат, на мою новую камеру GoPro Hero 5, не дает того впечатления, которое мы там получили. Но хочу сказать, что вот сталатиты и сталагмиты, разница сталагмиты, они растут снизу. То есть это натечные минеральные образования, известковые, гипсовые, соляные, которые растут в виде конусов, столбов со дна пещер. А сталактиты – это отложения в карстовых пещерах, которые свешиваются с потолка, то есть в виде сосулек, соломинок, бахромы. Некоторые были похожи на деяло с бахромой. Так что вы получите огромное удовольствие, если когда-нибудь попадете в такую сталактитовую, сталагмитовую пещеру. Кстати, термины «сталактит» и «сталагмит» введены в литературу в 1655 году датским натуралистом Оли Бормом. Смотрите, я так рада, что я туда попала, рада, что смогла детям это показать. Смотрите, я так рада. 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 Идешь так. На самом деле там очень темно, и без этих подсветок ничего невозможно было бы разглядеть. Очень сложно снимать. Некоторые пришли с фонариками. И, кстати, если вы когда-нибудь пойдете в эти пещеры, возьмите с собой и кофточку, и фонарик. Тогда у вас съемка будет лучше. А это вы сейчас смотрите на такой бассейн, озеро, куда люди бросают монетки. Посветку, видите, сделали там такую зеленоватую. И на дне, нам было видно, когда мы там находились, очень много различных монет. Мой сын что-то другое бросил, но не монету. И здесь написано «Колодец желаний». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok